Веревочка Специальное учреждение Это высшая школа тренеров С отличием закончила И в принципе были все возможности Но так получилось Что по окончании Высшей школы тренеров Меня распределили в ЦСКА Главным тренером Вооруженных сил МССР По футболу С хоккея на футбол Первая такая интересная мысль пришла Когда мы создали клуб Звезды хоккей СССР Звезды хоккея Эстрада и кино С моим другом Александром Сергеевичем Шигаевым И придумали такую Интересную историю У нас ветераны играли в хоккей В перерывах между матчами У нас выступали артисты Пели Единоборство Всевозможные Показательные выступления Тогда это было очень модно Карате И прочее То есть это в 90-х годах Лихие 90-е Так скажем Поэтому в общем-то Ну естественно зарабатывали на этом Какие-то определенные деньги Выезжали со своим клубом В различные города нашей Необъятной страны С показательным выступлением Где тоже зарабатывали Определенные Так сказать Деньги Для того, чтобы наши Ветераны могли Жить безбедно Я столкнулся с такой ситуацией Когда начали уходить из жизни Наши выдающиеся спортсмены Хоккеисты И мне пришла в голову Такая идея Заняться продюсированием Фильмов Об истории тех людей Которых мы потеряли Которых мы еще не потеряли Самое главное О которых можно Так сказать Создать определенную историю Имеется ввиду В документальном фильме И я занялся этим вопросом И в принципе У меня уже больше 25 документальных фильмов И как продюсера У меня естественно Определенный капитал Конечно был Для того, чтобы Изначально начать что-то Ну а в дальнейшем Я же говорил о том Что я человек общительный У меня в общем-то Много друзей Они мне здорово помогли В этом плане Не дали, как говорится Упасть А наоборот Подставили плечо И помогли дальше идти Мы так здорово Наследили Так сказать В своей жизни Ну так скажем Хоккеисты Моего поколения Что нас И до сих пор узнают везде Поэтому В принципе Всегда Почти всегда Двери открыты И те Так сказать Вопросы Которые Мы поднимаем И те проблемы И те наши проекты Которые мы хотим реализовывать Они Так сказать Встречают поддержку В бизнесе Партнер Ну это хорошо звучит Конечно Но я думаю Что это в первую очередь Это скорее всего Попутчики в бизнесе То есть люди Которые на сегодняшний день Они Так сказать Понимают тебя Ты их понимаешь И у вас одна цель В дальнейшем Происходит Рассогласование Понятия и понимание Друг друга И они расходятся Хорошо если это мир Хоккей стал глобальным После 72-го года После Нашей встречи С канадскими профессионалами Он Получил новую географию И новые перспективы Хоккей Он сейчас денег не приносит Тем Организациям Тем компаниям Которые его содержат Социальные выгоды Есть Социальные Так сказать Принесу А вот Так сказать Материального Конечно нет Это все затратно Но В будущем В будущем Конечно он будет приносить Все зависит от Организации Этого бизнеса Мы Я считаю На правильном пути И перспектива Того Что Хоккей будет приносить Определенную прибыль Безусловно Есть Но это все Ни разу Но связано С теми Людьми Так скажем С той обстановкой Которая Экономическая Которая у нас в стране